Специальная военная операция на Украине продолжается. С точки зрения террористической безопасности, ситуация на приграничных территориях остается сложной. Несмотря на то, что наш край находится далеко от зоны боевых действий, сегодня нужно быть всем бдительными. Когда стоит бить тревогу и куда обращаться за помощью, мы расскажем в следующем материале выпуска. В связи с вероятностью совершения диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания граждан, антитеррористическая комиссия Славянского района обращается к жителям и гостям города и района быть предельно внимательными. В первую очередь стоит обращать внимание на оставленные без присмотра сумки, свертки, брошенные автомобили, а также на предметы, которые, по вашему мнению, выглядят подозрительно и не должны находиться в этом месте и в это время. В случае обнаружения таких бесхозных вещей не стоит их трогать или перемещать. Сразу же вызовите сотрудников полиции. Дождитесь их приезда. Зафиксируйте время обнаружения находки и отойдите как можно дальше от нее. Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, коробки, игрушки и многое другое. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в помещении, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву и многочисленным жертвам. Особое внимание обращайте на подъезды жилых домов, общественный транспорт, учреждения культуры, образования и медицины и другие общественные места. Также будьте бдительными по отношению к незнакомым лицам, которые могут по соседству снимать дом или часто появляются в том или ином месте. Ведут наблюдения за объектами инфраструктуры, фотографируют их. Также стоит обращать внимание на съемку территории с квадрокоптера. Сегодня использование дронов в нашем крае запрещено. Об увиденном в небе квадрокоптере нужно срочно сообщить в полицию. Телефон отдела МВД по Славинскому району 2 10 72 или 02. Также можно позвонить в службу спасения 112. Будьте бдительными, внимательными к происходящему вокруг. Только совместными усилиями можно предотвратить трагические события.